Горячая точка на карте региона, Яровое, таковой быть не перестанет. Несмотря на масштабный ремонт объектов теплосферы, муниципалитет просит не отключать горячую воду. На местной ТЭЦ этим летом обновят котлы, потратив на это 162 миллиона рублей. В прошлые два года на это выделяли 95 миллионов. И, по словам министра промышленности Вячеслава Химочки, осваивали их, нарушая сроки, так как подрядчиков не было. Все это не могло не отразиться на состоянии оборудования, когда осенью 2021-го произошло сразу несколько аварий. Резкое снижение температуры произошло из-за того, что днем ранее, 2 ноября, котлогрегат номер 9 вывели в ремонт из-за его зашлакованности. При этом уровень зашлакованности, хочу обратить внимание, к тому времени уже достиг 7-метровой отметки, что говорит о длительной эксплуатации котла в некорректном режиме. Из 9 муниципалитетов, так и не получивших зимой паспорта готовности, не все реабилитируются в новом сезоне. Прокуратура Края обратила внимание профильных властей, что устранить замечания, то есть провести ремонт или замену, стоит в разы больше районного бюджета. В таком положении Третьяковский, Хабарский, Каменский районы. Ответа у Минстроя нет. Крупную сумму, почти 3 миллиарда рублей, в этом году планируют потратить на другие мероприятия. В строительстве 11 модульных котельных, Благовещенко, Бурла, Ильцовка, Завьялова, Куринский район, Рубцовский район, Советский район, Топчихинский район, Третьяковский, Староалейское село в Третьяковском, Тюменцевский район, город Алейск. Также планируется замена теплосетей. Кроме того, каждый муниципалитет должен сформировать 45-дневный запас угля к началу утопительного сезона. Евангелев призывает районы участвовать в совместных торгах, чтобы потом не остаться без топлива. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.